Это рубрика колоды топ игроков мира, вчера мы с вами так и не подняли 5800, рекорд был 5600, я не смог ни големом, ни гигантом и я не расстраиваюсь, потому что я знаю, что я все равно поднимусь и я всегда экспериментирую, не играю одной колодой, потому что так ты получаешь больше разнообразия, бери всегда колоды разных игроков, топ игроков, там колоды своего соперника, друга, там подруги, не важно, всегда экспериментируй, что-то меняй и составляй для себя идеальную колоду, вот я всегда в поисках этой идеальной колоды, Но пока что лучшая колода из тех, которые я всех-всех играл за последнее время, это гигант с принцем и голем с ночной ведьмой, это пока что единственное, а сегодня, ребята, смотрите, вот у нас в топе мира, топ 1 мира, вот такой вот игрок и у него вот такая вот колода, стоп, это что он, блин, только что был вот этот игрок в топ мира, топ 1 мира, блин, он реально слился на топ 2 позицию, я его колоду заранее уже взял, пока тут записывал приветствие, Ай, блин, он уже на топ 2, честно, не сильно, да, так уместно, но давайте, окей, сделаем следующим образом, возьмем колоду топ 1 игрока мира, топ, топ 1, да, ну топ 1, короче, и топ 3 давайте, вот 3 колоды на сегодня возьмем, вот, значит, смотрите, вот первая колода, вторая и третья, это топ 3 колоды, которые сейчас в мире, да, у нас, в глобальном топе, конечно, игроки часто меняют деки в профиле, чтобы их не копировали, но тем не менее, мы-то знаем, что это все равно мета, и она все равно работает, но вот этой деки я не уверен, поэтому начнем с нее, я сейчас на 5500, конечно, будет очень неловко экспериментировать, но тем не менее, я прошу вас поддержать, потому что сегодня будет стрим, я сегодня, такое, второе дыхание, надеюсь, что мы поднимем 5800, вот, поэтому приходите сегодня на стрим, нажимайте на колокольчик, экстримы у меня в основном 8 вечера по МСК, бывает раньше, бывает позже, но в основном где-то так, поэтому нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои стримчанские, итак, у нас есть хижина, короче, давайте ставить, я, конечно, с трудом соображаю, как я буду тут атаковать, вот, все зависит, конечно, от того, какая дека мне еще подберется, так, ну, давайте летучечку, варвары, выходите, выходите, варвары, быстрее, это бритспам, походу, так, давайте мини-генераторы, сейчас полетит фаербол, к сожалению, потому что я случайно поставил сюда мини-генераторов, очень дорогая колода, я не знаю, будет ли она нормально работать на таких кубках, хотя я же, опять же, повторюсь, взял я у топ игрока мира, так, а может это не бритспам, знаете, там, похоже на пеку, пеку с тараном и громоверцем, сейчас же в ответ тоже он должен кинуть пеку, правильно, насколько я понимаю, а вот сейчас вопрос, подкидывать ли мега миньона или нет, мне кажется, у него сейчас на пеку просто эликсира пока не хватает, вот он пека, ну, может он просто выжидал, ну, скорее всего, там у него есть поизон, вот, но трех мушкетов пока ставить, мне кажется, еще рановато, ставим хижину, ой, мегамуху, здесь хижину, ну, ставим, так, здесь выбрасываем бревнишко, тихо, блин, все равно дошел, да, ну, ладно, мега миньон трех миньона уничтожил, на хижине еще достаточно хп, и остается 30 секунд этого эликсира, ну, и сейчас посмотрим, как же эта колода работает, к сожалению, пока что мой соперник заклинания еще не палил, поэтому давайте летучку пока этот без инвиза, ай, падла, все равно в инвиз ушел, так, громоверста уничтожаем, блин, нам бы еще одну хижину поставить, а то это уже заканчивается у нас, итак, остается у нас 4 секундочки, и сплетим мушкетов, бац, поехали, а дальше что, как дальше сплетить, так, ладно, давайте пеку, и давайте, знаете что, давайте мини-генераторов, мини-генераторы, так, дальше мега миньон, ну, в принципе, да, смотрите, есть небольшой смысл в этой деке, короче, тратит соперник поезда на одну сторону, а ты с противоположной противовываешь все подряд, ну, правда, атака не прошла, но смотрите, смотрите, как сопернику тяжело, ставим хижину, сейчас опять будем готовить подобную атаку, он тратит яд, окей, смотрите, ну, это он зря, это он зря, потому что яд он мог потратить как и на юнитов, так и на хижину, а он решил вот так сделать, окей, два мушкетера справа, так, надо подумать, надо подумать, слушайте, я думаю, что вот так вот поступим с вами, вот так, дальше вот так, я думаю, что на изи сейчас его просто заберем, здесь мега миньон, так, у нас там пека, кстати, да, по курсу, так, ну, давайте мини-генераторов, блин, летучка, конечно, не того бьет, если бы она помогала уничтожать варваров, во-во-во-во-во, сейчас все будет, сейчас все будет, смотрите, хижину, ой, ставим всех трех мушкетеров, да, он использует позин сейчас, но, я думаю, что мы успеем сейчас всех уничтожить, давайте быстренько, и здесь позин, так, быстрее, 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 я не знаю, как-то на лоха мы играем, мне кажется, но я его прожал, он, смотрите, даже к моей вышке не подошел, а колода-то работает, друзья, прикольно, ну, опять же, по одному поединку судить очень глупо, потому что разные колоды, разные соперники, но давайте перейдем плавно ко второй колоде, колода у нас с мортирой и шахтером, поехали, я не люблю мортиру, но, ммм, надеюсь, что смогу победить, потому что, вроде как, популярная дека и, вроде как, легкость играть, опять же, ключевое слово, вроде бы, хихихих, так, ммм, Ну, первым как-то, знаете, не хочется делать шаг. Поэтому вот так вот он сливает. Так, призрака, призрака. Чем же дефать будем призрака? Я думаю, что копейщиками вот так вот. Когда он сагрится на вышку. Так, копейщики. Здесь у нас... Блин, он разрядом уничтожил копейщиков. Еще и поздно. Блин. Я думал, будет легче играть с мортирой. Ой. Так. 9 эликсира мне сейчас надо. Ставим мортиру. Так. Оп. Так. Разряда у него сейчас нету. Кстати, зря он шахтера слил. Все, отлично. Наша очередь атаковать. Так, здесь давайте копейщиков. Копейщиков, отлично. Здесь шахтера. Блин. Вот его разряд неплохо так сыграл. Так. Поизон, разряд, шахтер, гигант. Но сплэша у него тоже много, ребята. Поэтому не знаю. Так, мортиру сейчас на деф. Ну, смотрите, я и справа и слева пропустил. Дело в том, что немало. Мне кажется, я тут сольюсь. Вот. Ну, хочу хотя бы достойно. Если проигрывать, то достойно, да? Не знаю. Сейчас просто... Самое главное, это не под яд, не подставляться. Надо в разные стороны все выбрасывать. Так. Ну, давайте, наверное, разбойника вот сюда. Так. Сейчас будет яд. Блин, подставился, что ли? Я думал, не достанет. Ну, ладно. Так. Банда гоблинов. Так, отлично. Копейщики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что на него сейчас идет? Правда, у меня разряда нету. Это единственный минус в этой деке. Ну, здесь есть бревно. Офигеть! Просто что? Что такое? Я не понимаю, что происходит. Блин, охренеть. Какая... Какой спам дикий. Смотрите, мортиру подальше ставим. Здесь банда гоблинов. Здесь копейщики. Так. Здесь бревно. Шахтер, наверное, добьет все-таки вышку. Или не добьет. 25 секунд осталось. Так, ладно. Так, так, так. Так, так, так. Ну, давайте здесь ставим разбойников. Так. Я не знаю, мортиру в деф, наверное, ставить надо. Так. Он слил поизон. Он же разрядом не добьет. Он же разрядом не добивает. Один хп остается. Один хп остается! Ха-ха-ха! Просто ору! Я просто ору! Ай! Дайте тебе рояль, пожалуйста. Ну, дайте тебе рояль мне. Ну, круто же отыграл. Ха-ха-ха! Блин, ну... Ну, реально круто. Один хп. Фух. Последняя колода. Меньше всего в ней уверен. Потому что не прокачаны некоторые карты. А на таких кубках все фуловые тут, короче. Хотя, не знаю. Предыдущий соперник вроде не полностью был фуловый. Так, Вад... Вадим! Ха-ха-ха! Э-э-э... Блин. Ха-ха-ха! Это... Не, я его не знаю. Просто клан Парабелум. Парабелум. Или как там, правильно? Ха-ха-ха! Вадим. Просто так смешно. Ай! Ну, это наши парни, короче. Поэтому... Поехали! Мне кажется, это мортира. Либо что-то с гигантом. Ну, скорее всего, мортира. Сейчас популярна мортира. Так. Э-э-э... Отлично. Урон прошел. И неплохой урон. Слушайте, я никогда с какими королевскими свиньями не играл. Кстати, еще такой вопрос у меня. Я же, как бы, планирую скоро создать новый проект. И, блин, с колодой все еще не определился. Все советы, которые давали под роликами, блин, они просто не подошли мне. Поэтому, ребят, продолжайте писать, накидывать идеи. Потому что в конце сезона я создаю новый аккаунт. И будут новые идеи какие-то. Я думаю, что новые колоды. Ну, опять же, идея, может, останется та же, прежняя, что я буду просто-напросто прокачивать одну деку. Вот. Но вопрос, какую деку. Либо же, смотрите, какое-то вообще совершенно новое движение. Мы что-то придумываем новое. И это будет не похоже на предыдущий проект. В общем, не знаю, пишите в комментах. Я хз. О, хороший-хороший поизон. Слушайте, а вы видите, как противники не готовы к колоде с этим, с королевскими свиньями. Прикольно. Ну, я пока не так, не в таком большом отрыве, да, не так много урона нанес. Но, тем не менее, я этой колодой вообще первый раз играю. Вот, поэтому, ну, сами видите все, да. Так, лучницы хорошо отрабатывают. Отлично. Фаербол. Окей. Давайте до кабанчиков крутимся. Поехали. Так. Давайте, кабаны, поехали. Все, полетели. Блин, разряд. Так, мортира. Здесь поизон. Поизон, поизон, поизон. Блин. Блин. Давайте, хоть один кабанчик, хоть тычку. Отлично. Еще одну. Так. Так. Итак. Здесь бревно однозначно. Бревно. Так, 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 так. Давайте королевского призрака закинем. Так. Здесь у нас летучие мыши. Так, здесь у нас поизон. Здесь у нас... Опа, тычку. Нет, не сделал, сучка. Так, отлично, отлично, отлично. Сейчас, скорее всего, фаерболл должен нам прилететь. Нет, пока что не летит. Так, здесь давайте магический лучник. Здесь у нас королевские кабанчики. Так, нормально, нормально, нормально. Нормально. Он чувствует опасность. Он сливает фаер. Но, блин, я тоже сейчас чувствую опасность. У меня нету сплошного... Ой. Контры по воздуху. Так, вот это было хорошо. Бревно. Бревно. Так, наносим урон. Что-то мне кажется, что я проиграю. Хотя я сейчас реально проигрываю. Так, ну давайте будем заставлять его тратить фаерболл. А, нет, он орду мух слил. А, нет, и фаерболл слил. Это замечательно просто всё. Пока что всё неплохо идёт. Так, давайте королевский призрак. Так, найс. Ну, честно, тяжело. Честно, мне тяжело. Я себя чувствую как-то не очень комфортно. Против этой колоды. Так, здесь разбойники. Бу-бу-бу-бу-бум. Как же тяжело. Так, да ёптить опять фаер. О, кстати, фаер не по этому. Не по лучнику. Поэтому фуловый лучник ещё что-то сможет. Наверное, если бы не сдох. Он бы смог. Так, ну давайте попробуем словить шахтёра. Так, отлично. Ну почему шахтёр не сагрился, блин, на призрака королевского? Блин, та ёптить. Ну почему ты не сливаешь фаерболл, блин, дружище? Так. 600 хп. Сейчас вот это последнее, последнее сейчас будут заходы. Надо как-то вот сейчас будет всё это ловить шахтёра, иначе джи-джи. Шахтёра словили. Блядь, нет. Просто откинули. Всё, я проиграл. Там разряд. Ё-моё, слушайте, это было интересно. Это было интересно. К сожалению, эта колода мне, ребята, вообще не зашла. Второй поединок я тоже с ней проиграл. Я не знаю, тут три варианта. Либо я не умею с ней играть, либо прокачки не хватает, либо на самом деле говно колода. Вот. Ну, я сомневаюсь, что это говно колода. Просто призрак 11 уровня. Реально не вывозит против ловых эпиков и рарок. Ну, не вывозит и всё. Ну, не хватает ему ни здоровья, ни урона. Я не знаю, вот казалось бы, там два уровня. Сука, но они решают. Они решают, потому что призрак тут как бы тоже немаловажная карта. Ладно. В общем, такие вот топ-3 сегодня колоды. Две понравились, одна вообще ни о чём. Приходите сегодня на стрим, буду поднимать кубки. Колоды я буду ещё тестить и подбирать. Но 5500, как бы то, что мы слили, не важно. Нам сегодня самое главное поднять 5800 трофеев. Подписывайтесь и ждите новые ролики. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Скоро увидимся, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok